Всем привет! В эфире заметки о Черкесии. И сегодня мы в гостях у Меджида. Он является репатриантом. Он вернулся из Турции сюда в Кабарду и здесь сегодня постоянно живет. Мы в его магазине, я фотографии все покажу, видео представим. И сегодня мы спросим у Меджида, почему он решил стать репатриантом, вернуться из Турции в Кабарду и что повлекло его к такому решению. Ну и как вам сегодня здесь? Понимаешь, откуда будем начинать, я не знаю. Есть такая поговорка о Турции. Это неправильно. Почему неправильно? Это когда насыкистый живот только на своей родине. Такая поговорка, это я неправильно считаю. Есть разница. Человек ум есть. Мезги есть, поэтому его должен родина, совсем другой. Просто не желудка, душа, чувства. Это все общее, надо хорошо почитать. Я в Турции родился, конечно, в 864 году. Мереприя дядюшка, изгинали там. Поэтому я там родился. Я не хотел там родиться. И потом, сколько год прошел, и в 89 году, когда я здесь стал совсем другой стороной, до этого не могли было. Я сразу себе собирали и приехал в свою родину. А вы приехали сам или с семьей? Сам. Сам приехал. И до сих пор в 89 году я вернулась. Я 40 лет был. Всегда мне такой вопрос поставить. Ты не жалеешь о том, что ты вернулся? Я всегда так говорю. Я жалею, что я 20 лет назад. Потому что я все свое сел, чужое у меня потеряли. В Турции. Я там армия служил, я там учителем работал. Я вот своей работой была, бизнесом занимал. Своей энергией все чужое у меня потерял. Почему я свою родину не потерял? 20 лет. Поздно. Я там проживаю, честно говорю. Понимаешь, человеку надо чувство должен. Родина. Вот я улица, когда гуляю, я свой ж, воздух. Это моя, моя, не чужой. Там ты все равно чужой. Что это разница? Каждый человек можно с другой стороны посмотреть. Я адыгом родился, я хочу адыгом умер. Если я в Турции живу, я не буду адыгом. Это тоже можно каждый человек разными мыслями смотреть. Я так посмотрю, я не националист. Я все народом уважаю. Хочу тоже меня будет уважать. Понимаешь? Мы это миром все живем вместе. Мы друг другу, если будет уважение, будет мир всегда. Это другой мысль, я не понимаю. Извините. Мы, когда война есть, хорошо война нету. Если война какой-то прибыл была, наша предка большой прибыл была. Нету. Мы видели война, что такое. Мы чувствовали война, что такое. Я сам его остатка. Поэтому мы должны посмотреть дальше, умные мы друг другу, как будем миром жить и как каждый народ свой сохранит. Свою обучение, свою традицию. Это самое-самое, самое-самое, мне кажется, важно это. Мы должны, детям, наша традиция учит. Наш язык, именно родной язык учит его. И что было красиво у нас, это надо все, не просто бумагам, книгам, практикам надо учить. Это плохо ничего нету. Я так считаю, который человек, если свой народ уважает, свой народ любит, это плохо ничего не сделает этот человек. Сейчас они другой понимают, чем боюсь, чем испугался, ничего не понимаю. Извините. Если ты говоришь, я черкесин, я адыга, все стороны испугался. Что? Почему? Я адыга не сохраню. Я никогда не боюсь это говорить. Я адыга. Я люблю все люди, все народы. Почему такой миссия есть, понять не могу. Да. Это, к сожалению, современная политика. Мы должны ее, мне кажется, мы должны своими делами показывать что-то. Понимаешь? Политикам тоже должен ум. Конечно. Если политика ум нет, то это не политика, это другой секция. Поэтому я думаю, я желаю наше вот, кто это у нас организовывает политика. Бог даст ум. Да, было бы хорошо. Ну и как вы счастливы чувствуете себя? Я очень счастлив, потому что я в своей родине живу. Если я в Турции жила-была, мне что-то не хватило всегда. У нас моя душа всегда половина не была, честно говоря. А сейчас у меня полная душа, спокойная. Я вот в улице, когда слышу, дети говорят свои родные языки. Я встречаю родные языки, человек говорит. Всегда моя душа спокойная. Я очень рад здесь живу. Я в своей родине. Спасибо, Муджидвань. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Мы надеемся, что услышат правильно. Извините, по-русски не хватает меня. Не очень. Все понятно. А что у меня желание было, я хотел говорить это все. Спасибо большое. Это очень важная личность. Спасибо.